Для актюминцев стало привычным, что каждый год на улицах нашего города появляются ребята, которые ухаживают за зелеными насаждениями, благоустраивают скверы и парки. Это ребята из отряда Жасл-Ель. О том, какие изменения произошли в жизни строя отряда в этом году, мы расскажем в сегодняшней программе. Лесопитомник – один из главных объектов, на котором заняты студенты. Ухаживать за маленькими деревцами несложно, но работа эта кропотливая, требует терпения и выносливости. Зато ребята узнают, какие породы деревьев могут расти в нашем регионе и какие условия для них необходимы. В данном объекте работает уже четвертый поток завершения, август. В данном объекте участвовали в этом году в трудовом семестре 300 бойцов. Это у нас в мае 100 человек, в июне 100 человек, июль-август по 50 человек. Студенты с разных воздушек и колледжей. Фронт работает. Как вы видите, летом, весной у нас посадка разных видов сортов деревьев, саженцев. У нас это ясень, клён, сосна. И в этом году на данном объекте сажают яблони. Рабочий день в строят ряде такой же, как у всех сотрудников. Никаких поблажек и скидок на молодой возраст, неопытность и прочие причины. Но на недостаток желающих работать организаторы не жалуются. Ребята работают с 8 до 5 вечера, 8-часовой график, перерыв на обед 2 часа. С утра с 9 проводится инструктаж по технике безопасности. Выдаются аптечки, выдаются рабочие спецодежды. Ребята, конечно, участвуют очень активно. На следующий год планируем увеличить бойцов Жасл-Ель на данном объекте, так как объект расширяется с каждым годом. В этом году у нас квота по зарплате бойцов увеличилась благодаря Акимовой области. Каждый год у нас участвовали 3 300-3 500 бойцов, но в этом году мы увеличили бойцов до 5 000 по Акимовской области. Также у нас есть в 6 районах такая же лесная хозяйство, лесные питомники. Это у нас в Мартулском, Хабдинском районах и так далее. Этих девушек трудности не останавливают. К жизни по режиму они уже привыкли и работу свою считают очень важной. Я уже сама работаю второй год в отряде Жасл-Ель. В этом году мы уже проработали 3 месяца, усердно, не покадая рук. И, конечно же, мы этим гордимся. Мы вносим свой вклад в процветание города, Ак-Тубе. С чего начинается ваше утро? С 6 часов утра встаем, готовимся. И где-то к 7 часам мы выходим из дома и садимся в авто. Приезжаем сюда, в 8 часов утра уже приступаем к работе. У каждого свои хитрости для спасения от изнуряющей жары и пыли. В любой ситуации для девочек важно сохранить красоту. Конечно же, изначально было тяжело нам, потому что на улице было 33 градуса, 35 градусов. А сейчас уже нормально, потому что есть ветер. Нормально как-то. Мы изначально как-то прикрывались от солнца. Покажите, как вы спасаетесь от солнца. Нас спасают эти платки, конечно же, в первую очередь. Вот так мы скрываемся от солнца, как можем, конечно же. Вот так. И ходим. Вот, можно так. Вот, скрываем все лицо, чтобы не было загара. Что касается парней, они о своем лице особенно не заботятся. Испытания их только укрепляют. Остаются силы и на отдых, и на спорт. Главное, здесь царит дух товарищества. Последний месяц был самым сложным. Погода выдалась жаркой. Но рядом с трудностями всегда идут незабываемые впечатления. Недавно проводился турнир по мини-футболу. Тогда мы забыли о знойной погоде, собрались силами и добились второго места. Признаюсь, что иногда не хочется вставать по утрам, а вставать нужно рано. Ведь на работу опаздывать нельзя. Спасибо нашим наставникам, которые прощают маленькие слабости. О своей работе студенты говорят серьезно. Ведь то, что они делают, нужно городу. Чем больше он становится, тем нужнее ему новые скверы и бульвары, цветы и деревья. Главное, чему я научился в Жасал-Ель, это ответственность. Ответственно относиться к делу, отвечать за свои слова и поступки. Находить подход к коллегам. Наша задача – сделать наш город чище и красивее. В стройтряде ребята находят новых друзей. Вместе работают и вместе отдыхают. Самое любимое время – это обед. Кто-то забудет ложку, а кто-то, наоборот, захватит покушать для себя и друга. Кто-то принесет арбуз, а другой – сок. Мы собираемся все вместе и накрываем общий дастархан. А вот после плотного обеда тяжеловато включаться в работу. В лесопитомнике довольны тем, что у них работает отряд Жасал-Ель. Каждому бойцу дается задание на день. И к концу смены они со своим делом справляются. Благодаря ребятам из Жасал-Ель высажено немало пород деревьев. Они знают, как правильно засеять семена, как важно вовремя убрать сорняк, что такое капельное орошение. Сейчас здесь растет 17 пород деревьев. В этом году высаживали карагачий тополь пирамидально. Ребята сами высаживали, сами поливали и ухаживали за саженцами. Фронт работ студентов лесопитомникам не ограничивается. Кроме заботы о саженцах, ребята этим летом трудились на стройках и во дворах микрорайонов. Везде работают на совесть. Хотелось бы отметить учебные заведения, активно участвующие в этом году. Это медицинские, медакадемия, университет Баишева, Жубанова, Казахстанский университет, Крыму. А также колледж АПК, строительномонтажный колледж. Так как у них профессия строительномонтажные, строители, они работают в основном на строительных объектах. Работа ведется по трем направлениям. Это у нас по программе Нурлужол на строительных объектах и озеленением благоустройства. А также в Гульдине Бертувандель, эти ребята, бойцы, работают непосредственно по очистке, санитарно-очистке города. А также в этом году по поручению тоже Акима области и Акима города, бойцы, непосредо работающие по Гульдине Бертувандель, задействованы во дворах. Это уже с июля месяца, если мы раньше работали вдоль дорогах, это прибордюрные территории, дорожные знаки красили. Но с июля месяца мы задействовали бойцов именно во дворах, можно сказать, в пользу жителям, в пользу помощи КСК. Для жителей многоэтажных домов появление во дворе студентов было неожиданным. Далеко не везде жильцов можно организовать на субботники. А после десанта студентов дворы приобрели куда более привлекательный вид. Я работаю в этом кооперативе уже 13 лет, живу в этом доме, и поэтому я, как говорится, это как мой дом, это моя семья. В этом доме 119 квартир, где-то жильцов 500 с лишним человек. На субботники мы выходили, когда был двухмесячный субботник, мы обязательно, это я организовываю, мы выходили, скапывали деревья, деревья белили, покраску, все мы это делали. Деревья, которые, допустим, в аварийном состоянии, которые падают, мы его обрезали, вывозили. Теперь сейчас вот осень настала уже, время такое, что очень жарко на улице, и нам приходится, ну как, большие, сильно большие деревья, их и жалко, как говорится, срубать. И, с другой стороны, вот эти карагачные жуки, они съели карагачи, вот, но стараемся порядок держать. Вот, смотрю, на днях вот дети работают, это, оказывается, студенты с института Жубанова. Работают ребята добросовестно, вот старший их это смотрит, ими руководит, молодец парень, вот, трудолюбивые дети. Они учатся, оказывается, на втором курсе института Жубанова, вот, ну, мы довольны работой их. Я, допустим, как возрасте человек, я всегда ценю труд человека, ставлю оценку им хорошо. Для ребят из этого отряда выделен довольно большой участок, практически весь центр города. Но задачи к концу сезона они справились. Где-то помогли убрать сухие деревья и спилить лишние ветки, где-то привести в порядок придомовую территорию. Сейчас в нашем отряде трудятся 24 студента. Из медуниверситета, аргу имени Жубанова, железнодорожного колледжа. До этого мы трудились в районе Батт-С-2. Сейчас по улице Тургенева. Собираем мусор, убираем сухостой. Главная цель программы Жасал-Ель – сделать наш город чистым и красивым. Работа не тяжелая, по плечу как парням, так и девушкам. Сам я первый год тружусь в Жасал-Ель, но уже оценил преимущество этого движения. Работой студентов довольны все. Хотя понятно, что силами только этих ребят не превратить наш город в цветущий сад. Отзывы были только положительные. Благодаря этим ребятам ведется основная работа. А не боитесь ли вы, что появление ребят Жасал-Ель, они повлекут за собой какой-то еждивенческий образ? То есть жильцы вообще просто перестанут тогда обращать внимание на состояние своих дворов и просто перестанут быть ответственными. Раньше хотя бы на субботники выходили. А сейчас получается, что эта работа полностью на плече студентов лягут. Не боитесь вы таких последствий? Нет, я думаю, что наоборот жильцы за, и мы друг другу идем навстречу. Они нас поддерживают полностью. С каждым днем у нас увеличивается количество, потому что сейчас в этом году задействовали безработы молодежь. И я также, пользуясь моментом, хочу пригласить безработы молодежь участвовать до конца года по нашему программе Жасал-Ель. В этом году мы увеличили заработную плату бойцов. Так, если в прошлом году получали на руки 30 тысяч, но в этом году с учетом проезда, с учетом того, что они питаются, питание с бойцов, мы, конечно, согласовывались с ребятами и подняли заработную плату до 50 тысяч. В отрядах Жасал-Ель трудятся студенты разных вузов. Для кого-то это способ летом подработать, а кто-то получает первую производственную практику. Так, будущие строители уже не первый год стажируются в микрорайонах Норах-Тубе, где возводят новые дома. Профессию осваивают с самых основ, от помощников каменщика до отделочников и штукатуров. Два месяца назад я пришел в стройотряд. Работа не тяжелая, зарплата хорошая, 50 тысяч тенге. Хорошо, что есть программа, позволяющая студентам подзарабатывать денег на каникулы. Рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 5 вечера. Вот так складываем на поддоны кирпичи, собираем мусор. Мы видим, как возводятся дома в нашем городе. Не сказать, что знакомы со всеми тонкостями, но общей информацией владеем. Чтобы будущие жильцы нового дома вспоминали строителей только добрым словом, работать нужно тщательно и добросовестно. В этом отношении на студентов не жалуются. Наставники ими довольны. Я работаю с 2013 года. К нам направили по программе «Нордлежил» студентов из АПК, Активинский педагогический политехнический колледж. В прошлый месяц отправили 25 студентов, а в этом месяце отправили 14 студентов. Студенты работают хорошо, оставляют свой вклад, получают по 50 тысяч тенге. Это помощь родителям. Это 2005 года по программе «Нордлежил» Студенты постоянно к нам приходят, то активисты в лет. Работают хорошо, могу оценку дать отлично даже. С каждым годом количество занятых в сезонных работах студентов увеличивается, растет их зарплата. Учитывая необходимость такой поддержки молодежи, руководство области расширило программу. В этом году по поручению Акима области «Жаслогель» будет функционировать круглый год. И после начала учебы можете, хотел бы воспользоваться моментом, приглашать безработных молодежь, а также студентов, которые учатся в заводческом отделении. Для поступления необходимые документы для нас это минимальный пакет удостоверения, пенсионный договор, адресная справка местная и также медсправка. У нас штаб находится, Атамикен, по Аблухархан 1, четвертый этаж, кабинет 427. Контактные данные 50, 14, 10. С утра с 8 до 6 можете звонить, можете подавать заявление и работать с нами в Рослое. Работа для молодых найдется не только в городе, где и живут студенты. Отряды Атамикен из числа сельской молодежи будут собирать в районах по заявке местных органов. У нас есть филиалы в районах, 12 районов и в районах, и в городе. А есть ли уже желающие, которые согласны будут в осенний период? Конечно, уже наблюдаясь в прошлом году и в этом году подают заявку. Ну, конечно, у нас возрастное ограничение от 16 до 29 лет, у нас надо молодежный возраст. Если молодого человека до 29 лет, конечно, может поступать, у нас не требует стажа. В любой сезон городу нужны рабочие руки, так что сезоном летних каникул стройотряды уже не ограничивается. В осеннее время, вы знаете, уже листопад, вот эти листья убирают в основном, посадка деревьев есть у нас, озеленение в осенний период. И в основном и в зимний период бывает у нас, вы знаете, у нас регион очень снежный, снега. Мы помогаем ветеранам, ветеранам войны, тыловых, многодетным. Это зависит от заявки жителей, которые, конечно, мы всегда готовы помочь. Конечно, рассчитывать только на студентов, которые сделают наш город образцовым, было бы неправильно. При всем старании такой объем работы они просто не потянут. Но зато сами будут относиться к городу как к собственному дому. А в этом и есть главная задача.